Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и впереди вас ждет обзор и рецензия на дополнение Rise and Fall к игре Sid Meier's Civilization 6. Поиграв несколько дней и против компьютера, и сетевые партии, мне есть что вам сказать. ПФА сериал в этом дополнении появится на канале чуть позже, а партию против компьютера на последнем уровне сложности за Корею вы уже можете посмотреть, ссылка появляется в верхнем правом углу. Итак, во-первых, стоит ли дополнение покупать? Ну, если вам нравилась 6 цивилизация и до этого дополнения вы в нее играли, то несомненно Rise and Fall влюбит вас в игру еще больше. А вот у всех остальных все равно останутся вопросы. В некотором смысле это дополнение очень похоже на Gods and Kings к пятой цивилизации. То есть оно добавляет много нового, но хочется все-таки еще большего. Ощущение в некоторых местах пустоты остается, и явно Фераксис будет еще одно дополнение точно выпускать. Тем не менее, само дополнение вызывает некоторые вопросы. Так, например, сейчас на Steam оценка Rise and Fall всего лишь 63%. Это даже меньше, чем у оригинальной игры. В первую очередь, несомненно, из-за цены. Так, в России дополнение стоит 1000 рублей, в США 30 долларов, а в Европе 30 евро. То, что издатели 2K офигели, я говорил давным-давно. И я не считаю, что Rise and Fall стоит этих денег. В дополнение не проделана работа по цене одной отдельной игры. А вы просто сравните со стоимостью дополнений к Ведьмаку, хотя бы тоже Кровь и Вино. Ну ладно, почему я первые несколько минут вообще не говорю о том, что же нового появилось. Итак, 6 основных моментов. Великие эпохи, лояльность, губернаторы, продвинутые союзы, чрезвычайные ситуации и исторические моменты, или я их люблю называть моменты истории. Так вот, проблема дополнения в том, что эти нововведения классные, но такое ощущение, что просто недоделанные. К ним есть много вопросов. Несомненно, они разнообразят игру. С ними шестая цивилизация ощущается наполненнее. Но, во-первых, все эти нововведения можно было сделать лучше и интереснее. А во-вторых, они иногда просто не вписываются в старые механики. Давайте по порядку и подробнее. Во-первых, эпохи. Возвращается золотой век, но вместе с ним у вас могут настать и темные века. Как это работает? Игра разбита на эпохи, я думаю, это всем знакомо. Сначала древний мир, потом античность, потом средневековье, потом возрождение и так далее. И вот, в течение одной эпохи вы набираете очки эпохи для следующей. И в зависимости от того, какое количество очков вы набрали, ваша цивилизация в следующей эпохе вступает в определенный век. Темный, нормальный, золотой или героический. Причем в героический можно попасть только, если вы в предыдущем были в темных веках. Отличаются они количеством очков лояльности, которые вырабатывают ваши жители, и некоторыми бонусами. Причем самое поразительное, по моему мнению, самым плохим оказывается нормальный век. Потому что в нем нету никаких бонусов вообще. Даже в темных веках, несмотря на то, что у жителей лояльность снижена, у вас появляются карточки, которые можно с большим успехом использовать. Например, карточка, которая дает плюс 5 к силе вашим юнитам. Правда, при этом они не могут лечиться за пределами вашей территории. Вообще, все карточки темных веков дают как какой-то бонус, так и какой-то минус. Но это все равно лучше, чем вообще ничего в нормальной эпохе. И на данный момент, например, выглядит, что в древнем мире надо сделать все, чтобы в античности наступила темная эпоха, и вы взяли какую-нибудь из этих карточек. А если вы вообще планируете ближайшего соседа выносить, так, по-моему, строго обязательно выйти в темную эпоху, взять карточку на вот эти плюс 5. Эти карточки еще различаются в зависимости от той эпохи, в какой вы играете. И, например, темные века в информационную эру дадут вам карточку страна-изгой, то бишь плюс 50% производства для проектов ядерной программы ядерного оружия. Минус у этой карточки игрок получает 0 очков влияния в ход на послов. Ну и кому в информационной эре нужны послы? Зато такой огромный буст при строительстве ядерных ракет позволит радостно закидать соседа, который находится в золотом или героическом времени. Тут у меня, кстати, нет претензий к Фераксис. Это интересная механика в том плане, что темные века совершенно не означают, что у вас должны быть именно сплошные штрафы, а золотой век — сплошные бонусы. Тут это все уравновешено. Меня это очень даже устраивает. И вообще, вот эта летопись, которая появилась с эпохами, в которых написано, за что вы получаете очки эпохи, она добавляет атмосферы. У меня претензия в другом. В том, что темные века, они по умолчанию. Вот обратите внимание, когда вы переходите в следующую эпоху, считается, что у вас сразу набраны очки только для темного века. И вы получаете только плюсы. Такое ощущение, что в вашей цивилизации происходит только все хорошее. И ничего плохого в принципе. Ведь можно было эту идею, ну, совершенно чуть-чуть додумать. Для тех же очков эпохи, которые имеют положительный знак, были бы зеркальные и отрицательные. Ну вот, например, за разрушение варварского ванпоста вы в этом дополнении получаете плюс два очка. Можно было бы добавить варварский скаут. Заметил ваш город. Это вот тогда, когда он восклицательный знак имеет у себя над головой. Вы получили минус два очка эпохи. Или варвары убили ваш юнит. Минус одну очку. Ну, то есть, в игре все равно происходит много негативного, в принципе. То есть, ваша нация изначально должна находиться в нормальную эпоху. И в зависимости от того, как у вас тоже в средневековье прошло хорошо или плохо, вы свалитесь либо в темную эпоху, либо в золотой век. Вы стали сюзереном города-государства. Получили плюс два очка эпохи. У вас его перекупили. Минус одну очку эпохи. Во время войны, понятно, вы убиваете юниты, вы очки эпохи получаете. У вас юнитов убивают, вы их теряете. Они, кстати, и на счастье тоже влияют. Ну, то есть, это можно было продумать. А тут ощущение, что ребята из Фераксис решили, а, и так сойдет только на положительных, остановимся. Согласитесь, летопись была бы полнее, если в ней бы отражались не только ваши успехи, но и ваши неудачи, как происходит с любой цивилизацией. И самое интересное, что Райзен Фолл как раз выглядит сделанной именно под такую механику, потому что нормальная эпоха здесь выглядит менее интересной, чем темные века. То бишь, чтобы свалиться в темные века, вам надо что-то делать и испытывать неудачи. На данном же этапе игра по какой-то причине заставляет нас что-то делать, чтобы в нормальную эпоху попасть. Хотя поиграв в несколько игр, вы понимаете, что это нормальная эпоха самая унылая. В каком-то городе несчастье, минус очки эпохи. Восстание, еще больше минусов. Вражеский шпион что-то там украл или саботировал. Минус. Не успели чудо построить, тоже минус. Вышли в юнит, а у вас нету стратегического ресурса для него. Минус. Ну то есть тут множество чего можно придумать, и это бы офигенно выглядело в игре. А пока такой несколько пафосно-радостный список только наших достижений. Следующая большая механика, появившаяся в дополнении Rising Fall, это губернаторы. И они действительно меняют игру. Вкупе с той же лояльностью шестая цивилизация наконец-то стала той игрой, в которой и высокие города имеют право на жизнь. Потому что некоторые губернаторы дают существенные бонусы к приросту населения. И в то время как другие будут опять стараться 5-7-9 городов поставить, вы свои 3-4 города так быстро отъедите до 15-20 жителей, что там можно будет все районы построить, они будут вам выдавать много производства с клеток. И это действительно выгодно. Причем в отличие от той же пятой цивилизации, где в принципе имеет смысл высокие империи, вот 4 города и достаточно, то в шестой вас ничто не ограничивает в этом плане. Окей, вы сделали 3-4 высоких города, вы можете дальше города ставить. Это не станет критически важным, это не повлияет на ваше счастье в империи. Но дополнительный бонус, то есть здесь высокий город, именно что сосредоточение экономики, а не просто потому что по механике игры вы там получаете 4 бесплатных акведука, 4 бесплатных монумента. У меня по губернаторам только одна претензия, что они на слишком долгий срок пропадают при шпионской операции. Теперь появилась новая возможность у шпионов выгнать губернатора из города. И он, во-первых, сначала не удел, 7 ходов на сетевой скорости на самой быстрой становится, а во-вторых, потом еще и возвращается, там от 5 до 3 ходов, в зависимости от губернатора. По-моему, это очень долго. Ну а с другой стороны шпионы-то появляются только там в Средневеку или Возрождении, то есть к этому моменту губернаторы уже в городах не особо нужны. При этом правильно сделано, что эти товарищи не засиживаются в одном городе, вам постоянно имеет смысл их перетасовывать, перемещать из одного города в другой, потому что каждый губернатор имеет свою специализацию. Так что вот это добавление я считаю интересным. Другое дело, не найдут ли игроки опять какую-то универсальную прокачку для каждого из губернаторов. Ну это вопрос времени. Но глубину и новую стратегию игры в высокие города эта механика добавляет. Более того, благодаря военному губернатору тут уже не получится нахрапом взять какой-нибудь город-противник, потому что нахождение там вот этого военного парня Виктора, который к тому же быстрее всех в город перемещается всего за 3 хода, позволяет отбиться от серьезной атаки. Не на все города, конечно, только на тот город, на который нападают, но тут и надо думать, где города ставить, так чтобы соперник не широким фронтом шел, а вот на ваш этот защитный город, в котором сидит Виктор. То есть опять же, не спамим города везде, где только можно, а уже размышляем о стратегических местах размещения. Это видео выходит при поддержке глобальной космической стратегии consoleworld.ru, и там появилось дополнение с новым балансом. С нуля в игре за 5 минут выход в космос, за полчаса развития до фрегата, через полтора часа уже можно кромсать ящериц. Заходите на consoleworld.ru, и не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание Лёша Рептилоид. С дополнением в игре появилась такая механика, как лояльность. Благодаря ей, опять же, ограничено расселение городов, потому что, если вы поставите ваш город далеко от своих и близко к вражеским, то на него будет действовать так сильно лояльность врага, да не просто врага, а просто соседа даже, я лучше так скажу, вы не обязаны быть с ним в войне, что он сначала станет независимым, а потом может перейти к этому самому соседу. То есть это некоторый параметр ограничения вашей безудержной экспансии, да и ограничения войны, потому что, если вы будете постоянно захватывать города у других игроков, то там будут возникать восстания, они будут восставать и уходить из-под вашего контроля. Отличная фишка с расширенными союзами. Теперь вы не просто заключаете союз, а какой-то союз. Правда, вы можете только один раз одного вида заключить. Есть культурные, научные, военные, религиозные и экономические. И эти союзы прокачиваются до третьего уровня. И с каждым уровнем союз дает какой-то бонус. И эти бонусы настолько неплохи, что иногда выгоднее просто с соседом быть в союзе, а не захватывать его. Потому что, ну, что значит захват? Из плюсов вы только убираете человек у себя под боком. Вдруг вы боитесь, что он на вас нападет. А из минусов в тех городах, которые вы захватили, будет низкая лояльность. То есть их надо будет довольно долгое время пытаться удержать. А если еще есть какой-нибудь третий или четвертый сосед, так они к нему будут стремиться уйти. Во-вторых, в глазах других вы выглядите таким агрессивным чуваком. Причем это касается как и компьютерных соперников, так и живых людей в сетевой игре. В-третьих, пока вы строите армию, люди с высокими городами вполне могут неплохо развиваться. И тут уже действительно надо думать. Кроме того, появилась вот эта механика чрезвычайных происшествий, при которой все остальные соседи могут на вас напасть. То есть вы захватываете столицу какого-то игрока, и у всех остальных появляется событие, что вот этот чувак, то есть вы агрессивны, давайте все против него сплотимся, и отобьем у него города жертвы. При этом, если вы соглашаетесь на этот союз, вы автоматически все ему объявляете войну, и получаете очень неплохие бонусы против этого парня. А если еще и сможете выполнить задание чрезвычайной ситуации, то и деньги получите, и бонус навсегда какой-то. Ну, опять же, как и с очками эпохи, я считаю, тут Фераксис не доработали. Просто этих чрезвычайных ситуаций очень мало. Всего пять. Первое. Кто-то захватил город-государство. Давайте его отобьем. Второе. Какая-то цивилизация, лидирующая по одному из типов победы, захватила город другой цивилизации. Давайте жертве поможем. Третье. Цивилизация, которая была другом другой цивилизации, значит, у них прокачан союз до какого-то уровня, объявила то и другое войну. Давайте тоже ей поможем. Четвертое. Использование ядерного оружия. И пятое. Конвертирование священного города одной религии в другую. Вот и все. А есть же куча, опять же, можно придумать дофига. Например, одна цивилизация слишком много чудес построила. Давайте против нее объединимся, что-то сделаем. Одна цивилизация поставила слишком много городов по сравнению с другими. Или слишком много великих человек получила. Даже не обязательно ей войну объявлять. Есть другие возможности что-то сделать. При этом все участники этого альянса получают бонус, а если выполняют, то постоянный бонус. То есть все, что происходит в сетевых играх, это можно было проанализировать и посоздавать вот такие чрезвычайные ситуации, которые игроки сами организовывали. Я могу только предположить, что это задел для будущих патчей, для будущих дополнений, где будет добавлено еще больше чрезвычайных ситуаций. Покупайте наше дополнение. В этом дополнении Вася обзовет Колю мудаком, и все остальные игроки смогут против него объединиться и наказать. Ну что-нибудь такое. Здесь же всего 5 чрезвычайных ситуаций. Ну так, они довольно редко, я прямо скажу, происходят. Хотелось бы почаще. А возвращаясь к механике расширенных альянсов, проблема там в том, что не все альянсы одинаково интересны. Но все равно быть в альянсе очень выгодно. Тем более, что альянс прокачивается отдельно. Вам не надо, например, до второго уровня прокачивать культурный, потом до второго уровня научный, потом до второго уровня экономический. Нет, прокачивается сам альянс. Вы можете просто поменять его тип. Более того, вы можете продолжить альянс, не ожидая его окончания. То есть вы сразу поймете, если соперник отказывается от продолжения, что, видимо, он потом что-нибудь задумывает с вами сделать. Есть карточки на альянсы эти, которые дают очень неплохие бонусы. И действительно, во многих моментах альянс стал выгодным и альтернативным способом ведения войны. О 8 новых цивилизациях и 9 новых лидерах я рассказывал в отдельных видео перед выходом дополнения. Отправляю вас к ним, посмотрите. Ну, по этим цивилизациям видно, на что Фераксия стратит самые большие усилия. Это, конечно, на анимацию, на рисование. Это все такое красочное, красивое, на новых юнитов. Хотелось бы, конечно, чтобы больше было потрачено на саму стратегию. Художники у компании отличные. Я не спорю. Кому-то, конечно, визуальный стиль шестой цивилизации не нравится, но нарисовано все равно ярко, сочно, анимация отличная. Это все сделано на уровне. Как и музыка, кстати. Я особенно после выхода дополнения заслушиваюсь грузинскими хорами мужскими на фоне. Да и всех остальных наций, кстати, очень неплохо. Опостылевшая калинка-малинка звучит очень редко. Теперь музыкальный ряд шестой цивилизации, как ни странно, у меня не вызывает желания его выключить. Два новых района появилось. Во-первых, морской аналог парка развлечений, который называется Аквапарк. Но это не особо интересно. А вот правительственная площадь тоже считайте дополнительный слой в развитии вашей империи. Во-первых, она может быть построена только в одном городе. И с каждым уровнем правительства позволяет построить одно из трех зданий на выбор. И это здание влияет на всю вашу империю. Поясняю. Правительство есть трех уровней. На первом уровне это олигархия, античная республика и автократия. На втором уровне это монархия, торговая республика и теократия. И на третьем уровне коммунизм, демократия и фашизм. Так вот, построив правительственную площадь и приняв правительство первого уровня, вы сможете построить на выбор что-то одно. Либо палату слушателей, либо зал предков, либо трон военачальников. Палата слушателей дает плюс одно счастье и плюс четыре жилья в городах с губернатором, но при этом минус две лояльности в городах без губернатора и плюс один титул для губернатора. Это прокачка, либо нового губернатора берете. Зал предков, плюс 50% к строительству поселенцев и бесплатного торговца новым городам. И, наконец, трон военачальников, плюс 20% производства на пять ходов всем городам после захвата чужого города и плюс один титул. То есть, видите, палата слушателей типична для игры в высокую империю. Зал предков типична для игры в широкую империю. А трон военачальников типична для бесконечного расползания, для постоянного захвата всех вокруг. Опять идет специализация империи. Вкупе с губернаторами и лояльностью это еще один механизм выбора высокой или широкой империи. К сожалению, могу отметить, что игра стала менее стабильна. Вот, например, в процессе этого обзора вы постоянно видите мою игру за Шотландию. И я ее не смог доиграть, потому что в определенный момент при переходе хода Сива просто вылетает с крашем. И даже последние патчи, тут вышел один именно для лечения краши, мне не помог ее закончить. С другой стороны, сетевая игра стала стабильнее. Вот сыграв несколько партий, вообще не было никаких проблем с ней. Хотя Шестая Цива по сравнению с Пятой вообще в принципе постабильнее, но тут еще лучше стало. То есть никаких рассинхронов после паузы, вообще ни одного вылета игроков, кстати, не было. Но все равно после этого дополнения остается ощущение недоделанности. Идеи вроде неплохие, но они не раскрыты до конца. И уж тем более, Райзен Фолл точно не стоит ни тысячи рублей, ни 30 долларов. Поэтому я лично от себя ставлю дополнению палец вверх, но покупать его сейчас не рекомендую. Дождитесь скидок. Да и парочки патчей, пожалуй. Искусственный интеллект не то чтобы не поумнел, просто его, видимо, пока еще не научили пользоваться новыми механиками. Воюет он уже лучше. Так, например, лучники идут под прикрытием рукопашных юнитов, и тактически компьютер действует поинтереснее. Но все равно мне он вызова на последнем уровне сложности не бросил, не кинул. Так что Райзен Фолл никакой не переворот, не супер-мега что-то новое, а просто хорошее дополнение, расширяющее возможность игры по завышенной цене. Вот так я его оцениваю. Надеюсь, мой обзор и рецензия вам поможет определиться с выбором. Ну а если я что-то упустил или был неправ, поправляйте меня в комментариях. Загляните на сайт consoleworld.ru и играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.